Китайский язык – официальный государственный язык Китая, Сингапура и Тайваня. На нем, говоря, свыше 1,5 миллиарда человек, и он входит в шестерку официальных языков ООН. Все это замечательно, но, казалось бы, при чем здесь мы? Где Китай, а где Беларусь, а если быть точнее, город над Богом? Все просто. В 2017 году между Брестским облсполкомом и Китайской Народной Республикой были заключены межрегиональные соглашения о сотрудничестве по многим направлениям, в том числе в сфере образования Саньхойским университетом. Одним из итогов этой работы является открытие в Брестском государственном университете имени Пушкина института Конфуция, которое состоялось три года назад. Это произошло в 2020 году. С тех пор институт Конфуция в составе нашего университета успешно развивается и, собственно, решает те задачи, ради которых создаются подобные учреждения по всему миру. Наш партнерский вуз, Анхойский университет, очень много внимания уделяет развитию института. Преподаватели профессиональные и не только волонтеры, а именно профессиональные преподаватели приезжают и работают в нашем университете. Они ведут курсы китайского языка и эти курсы проходят не только на базе университета здесь, но и в школах региона. Накануне Брестский государственный университет имени Пушкина снова посетила делегация из Анхойского университета. Почетных гостей из дружественного Китая встречали в лучших белорусских традициях хлебом с солью. В рамках визита китайской делегации состоялось торжественное открытие выставки истории Анхойского университета. Представители Поднебесной были приятно удивлены, что белорусские студенты и преподаватели Брестского университета проявляют такой неподдельный интерес не только к китайской культуре, но и к богатой истории партнерского университета. Наш Анхойский университет недавно отметил свое 95-летие, а потому для нас сегодня символично принять участие в совместном открытии выставки. Именно эта экспозиция является новой страницей в сотрудничестве между нашими университетами. Мы безусловно понимаем, что история имеет чрезвычайно важное значение для любого учреждения образования, ведь именно она свидетельствует как о прошлом, так и о настоящем развитии университета. Как сказал один выдающийся человек, радость к вам обязательно придет, надо подождать. И вот сейчас у нас дружба между Китаем и Белоруссией, которая есть и будет продолжаться, а сотрудничество наших университетов обязательно добьется еще больших успехов. Чтобы удивить гостей Поднебесной, студенты Брестского государственного университета имени Пушкина подготовили творческий номер «Танец», но не наш национальный белорусский, а китайский с веерами. Это завораживало. Кульминация визита делегации Занехойского университета стала открытие кабинета китайского языка на факультете иностранных языков в Брестском государственном университете имени Александра Сергеевича Пушкина. Как отметил декан факультета иностранных языков Евгений Осипов, появление данного кабинета открывает перед студентами новые возможности и перспективы. Они смогут здесь глубже погрузиться в изучение языка, познакомиться с культурой и обычаями Китая, а также, возможно, расширят свои перспективы в будущей карьере. Это очень важное событие для нас, потому что с 2023 года мы открыли подготовку по специальности современной иностранной языки – английский, китайский. Это новое для нас направление, которое мы начинаем развивать. Мы осуществили набор в количестве 11 человек. Это лучшие дети, которые поступили на факультет, исходя из проходных баллов. И китайский язык они изучают как второй язык по своей специальности. Уже в этом семестре наши первокурсники знакомятся с культурой Китая. Со второго семестра у них уже начинается полноценное изучение китайского языка как специальности. Мы изначально нацелены на привлечение специалистов из Китая. Почему так происходит? У нас уже длительное время на базе университета функционирует институт Конфуция, который был создан также при поддержке Анхойского университета, где на данный момент работают высококвалифицированные специалисты. У нас есть возможность проведения различного рода онлайн занятий с носителями языка именно из Китая. Все это будет осуществляться в данной аудитории. По завершению встречи ректор Брестского государственного университета имени Пушкина Юрий Голубев и проректор Анхойского университета Джоу Фэй поблагодарили друг друга за плодотворное сотрудничество в популяризации белорусской и китайской культуры в двух странах. А также выразили уверенность в том, что совместная работа в развитии двухсторонних связей укрепится.